Приветствую вас. Давайте разберемся с тем, что вы написали. Значит, работая в федеральной сети, директора повысила продавца достаточно и вышла в декрет. Рекомендовала региональному директору, чтобы я заняла ее должность. Я так понимаю, должность директора. Несколько месяцев коллектив работал без директора. Мне приходилось брать ответственность за многие вещи и решать вопросы. Приходилось брать ответственность. А как это отображалось на вашей, например, зарплате, на ваших обязанностях? Что вы брали на себя обязанности за многие вопросы. Как к этому относились другие люди? Поначалу РУ, регистрация директора, непонятно, что это, что это. Была благосклонна ко мне, я чувствовал уважение со стороны и поддержку. А какая вам разница, собственно говоря, кто к вам относится? Вы работаете в этой сфере вообще для чего? Чтобы уважение и благосклонность чувствовать? Или чтобы реализовываться, деньги зарабатывать? Не очень понятно. Так, значит, фирма, в которой я работаю, провела конкурс для обучения сотрудников. Я их немного прошла. Хорошо. Опять же, только непонятно, конкурс был объявлен, а зачем в нем участвовать? Дальше. И вот, сейчас началось противостояние. Противостояние. Простите, началось противостояние с чего? Она начала придираться. Если она начала придираться, значит я это выгодно, значит она видит вас в угрозу. Сейчас, когда я приехал из обучения, коллектив ведет себя совсем по-другому. Как он вел себя раньше и как он ведет себя сейчас. Я просто чувствую и вижу это. Когда мы встретились сегодня, она дальше сделала вид, так что вы видите и что чувствуете. Когда мы встретились сегодня, она сделала вид, что меня не заметила на собрании. Даже тетка сказала, без нее инициатива не проявлять, решения не принимать. Да, она боится. Возникла угроза. Возникла угроза. Все согласовы только с ней. Нарушение мне поставило несправедливо. Ну, надо сказать, что справедливо, несправедливо, всех понятий разные. Лучше бы вам не ориентироваться на это. Если поставили нарушение, если вы считаете недослуженно, с этим нужно согласиться, чтобы начальник думал, что действует правильно, что ведет себя правильно. И, соответственно, чем быстрее, чем дольше он будет действовать, как он думает правильно, тем быстрее он придет к своему результату. Да? То есть, либо это будет результат, значит, позитивный. То есть, вы увидите, что человек, ну, действительно правильно все делает. Либо это будет результат негативный. И человек придет к тому, что он вел себя, ну, как-то неправильно. Дальше. Так, на собрание открыто брала, что объясняла, в чем не права. Не очень понятно, кто брал, кто объяснял, кто в чем не прав. Идет борьба за лидерство, пересела на руководство нашего магазина, отдала свой как директора другому и теперь ведет нас. Так, а она не хочет, чтобы вы были директором этого магазина, я так понимаю. И если она не хочет бороться, то как бы не имеет смысла, опять же. Потому что у директора больше ресурсов для того, чтобы как-то вас, значит, ну, как-то вами управлять. Больше ресурсов. И никакой борьбы нет, она просто навяжет вам свою позицию, по сути. Вот. И все. Так что здесь вам, на мой взгляд, не нужно бороться. Ничего не получится просто. Дальше. Руководство дистанционное. На курсах я проявил себя неплохо. Да, даже сертификат тренера по профессионалу. Дальше хочу развиваться в этом ключе тоже. Ну, вот конфликт выбивает эмоционально. Но, смотрите, выбивает эмоционально вас. То есть, что-то напрягает в этом конфликте вас. Не приглашает ее. Давайте вот на это обратим внимание. Что именно напрягает? Как правильно себя вести, чтобы не проиграть? А в чем игра-то идет? Нет никакой игры. Она директора, она управляет вашим магазином. Она имеет на это право. Без ее согласия вы все равно никем не станете. То есть, все, что вы можете сделать, это хорошо выполнять свою работу. Соглашаться со всем, что говорит начальник. И вести ее либо к краху, либо к готовому будущему. И если вы приведете ее к светлому будущему, она оценит вас ровно настолько, насколько она может. Если вы приведете ее к краху, то вы станете на ее место. Все. Вариантов больше по сути нет. По сути нет. А вы про игру какую-то говорите. Я за честность и справедливость. А честность и справедливость это хорошо, но не всегда это полезно, условно говоря, к сожалению. Вот. И не всегда это можно использовать себе на благо. Вот. Поэтому то, что вы честны и то, что вы, значит, справедливы, ну это здорово. На работе это немножко не работа. Немножечко это не то. Вот. А вот Ру далеко не всегда принимает справедливые решения. Но опять же, вы ее оцениваете как-то. Мне кажется, что она не должна принимать решения по справедливой любви, по справедливости указываться у каждого слоя. Просто работу свою выполнять и все. Определите цель. Зачем вы работаете? Что вы хотите? Вот. Похоже, ситуация была с моим предыдущим директором. Она заваливала ее записями и заслами разные нарушения. Ну, значит, она ведет себя так. Это ее устранение. Как бы ее работал с конфликтами. Ее работал с лечениями каких-то угрожающих для нее, для нее, угрожающих для нее ситуации. По-другому она создависти не умеет. С вами она не поменяется, с вами она не переделается. То есть она не будет вести себя иначе. Вот. И все. В принципе. Поэтому, как бы, ну, будете вы бороться, что все кончится с вашим увольнением? Я не думаю так. Ну вот. Если вы видите, что начальник не дает вам раскрыться, да? Если вы видите, что начальник не позволяет вам раскрыться. Если вы видите, что, как бы, ну, вас там ограничивают, то вы можете рассмотреть вариант смены работы. Вы можете рассмотреть вариант перехода на новую работу. То есть нужно искать, как бы, варианты. Все. Других вариантов, что тут нет и быть не может, в принципе. Дальше. Никогда не сталкивался с тем опытов, такого рода борьбы нет. Но вы хотите издаваться не хочу и хочу найти грамотную стратегию при общении с РУ. Грамотную стратегию при общении с РУ я вам просто порекомендовал, да? Не комплектовать, делать все, как она скажет. Вот. И вы посмотрите, соответственно, когда это произойдет. Если вы видите, что откровенно, что ваши способности не раскрываются, то вы просто ищите себе другую работу, где вас будут ценить больше. Вот и все. Свои представления о справедливости и честности вы можете реализовывать только своими действиями. Требовать и ожидать того же от других людей абсолютно бессмысленно. То, что у вас эмоционально выматывает конфликт с директором, это опять же вопрос скорее больше к вам. То есть почему так происходит? Почему вас выматывает конфликт? Это вопрос именно к вам. Это вопрос именно к тому, что чувствуете вы. Вопрос именно к тому, как это вас задевает, какие, ну, пробуждает у вас чувства, там, может быть, страхи какие-то, неверные себе и так далее. Вот. Ну и такое ощущение, что вам вот нужна поддержка, как вы говорите, да, уважение, поддержка и так далее. Вот. Вам это нужно. Совсем вам это нужно. Не очень понятно. Понятно. То есть подобное социальное ориентирование, да, оно никаким хорошим не приведет на работе такого типа. Вот. С более с таким вот начальником, начальником. Вот и все. Что делать вам, это уже, я думаю, вы сами ответите себе на этот вопрос и сами решите. Вот. Непонятно, что с коллективом произошло, да, то есть коллектив, могла ли она строить коллектив против вас, не могла ли она строить коллектив против вас, это не очень понятно. Вот можете поговорить с коллективом, можете с ней, с ней поговорить откровенно, сказать открыто, если только подумайте, что вы ей скажете, да, как бы. То есть, с развитием, попробуйте выяснить отношения, надо это помогать, но особых результатов я бы не ждал. Практика-практика показывает, что люди не склонны признаваться там в том, что их что-то задевает или они чего-то хотят, вот. Так что стратегия, здесь только такое ориентирование на выполнение своих профессиональных обязанностей, вот. Подслуживание своего начальника, вот. И, соответственно, наоборот, всяческой помощи, помощи ему в его деле, вот, чтобы посмотреть, куда это выведите. Вот это все. И одновременное слежение за раскрытием своего потенциала и своих возможностей. Если вы видите, что есть ограничение, ограничение, не видите, что ваша работа и ваше начальство позволяют вам это реализовать. Значит, у них нет работы. Тут, как бы, других вариантов нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.